Ульяновская область планирует открыть новую футбольную академию «Динамо». Базой станет стадион «Заря» в Заволжском районе. Здесь оборудуют новое футбольное поле. Профинансирует проект один из российских банков. В результате занятия для детей будут бесплатными. Инвестор планирует вложить в академию 15 миллионов рублей. Он же будет ответственным за содержание площадки. На плечи представителей футбольного клуба «Динамо» ляжет учебный процесс, а ульяновские тренеры займутся подготовкой спортсменов. Открытие академии намечено на сентябрь. Как сообщает Ульяновский гидромедцентр, на ближайшие пару дней установится жаркая безветренная погода. В связи с этим МЧС предостерегает. Неосторожное обращение с огнем может стать причиной катастрофических последствий. На территории региона установлен пятый класс пожарной опасности. Действует особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах. С начала сезона в регионе потушено 17 лишних пожаров на общей площади более 24 гектаров. В ликвидации задействовали 292 человека и 93 единицы техники. Основными причинами возгораний в этом году стало неосторожное обращение с огнем местным населением. К дню празднования 350-летия села Преслониха, родины художника Аркадия Пластова, готовится культурная программа. Она пройдет с 3 по 5 сентября в дни проведения 12-й международной ассамблеи художников «Пластовская осень». На данный момент в селе идет подготовка к торжеству. Отремонтирована автодорога по улице Льва Толстого, благоустраивается родник Машков, установлены дополнительные фонари на улицах, проведена уборка на территории кладбища и вокруг него. Преслониха находится в реестре памятников истории и культуры Российской Федерации и является объектом культурного наследия достопримечательное место Преслониха, родина художника Аркадия Пластова. Основаясь на этом разработано несколько туристических маршрутов, главный из которых дворянин на Волге получил статус национального. Помимо этого Ростуризм выделил грантовые средства размером 11 миллионов рублей на проведение Пластовской осени в следующем году. И теперь празднование 350-летия села плавно перейдет в подготовку к рядущему 130-летию со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова, что пройдет в 2023 году.